Учение Господа Капилы, Сына Девахути Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады Ачарь Яснователя Международного Общества Сознания Кришны Издательство Бхактивиданта Бук Траст Слушайте продолжение девятой главы «Очищение ума в процессе самоосознания» Тогда душа видит, что трансцендентна к материальному миру И вечно лучезарна В этот момент она осознает, что, несмотря на свои ничтожно малые размеры Всегда остается неделимой Шримад Бхагаватам, Песнь третья, глава двадцать пятая, стих семнадцатый Комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады Очистив свое сознание, то есть обретя сознание Кришны Человек видит себя мельчайшей частицей, неотличной от Верховного Господа Как сказано в Бхагаватгите, джива, индивидуальная душа, вечно остается частицей Всевышнего Как корпускулы солнечного света – это частица излучения солнца, так и живое существо – это мельчайшая частица Высшего Духа Индивидуальная душа не является частицей Верховного Господа в материальном понимании Индивидуальная душа с самого начала является частицей Не следует думать, что поскольку индивидуальная душа является духовной частицей, то она отделена от духовного целого Философы Майавади утверждают, что реально существует только единый дух А частица этого духа, называемая дживой, попала в ловушку иллюзии Однако такая философия неприемлема, ибо дух, в отличие от материи, нельзя разделить на части Духовная частица джива вечно является частицей Сколько существует Высший Дух, столько существует и Его частица Сколько существует Солнце, столько существуют и корпускулы солнечного света Солнце В ведах сказано, что размеры дживы составляют одну десятитысячную сечения волоса Поэтому дживу называют ничтожно малой Высший Дух беспределен, а живое существо или индивидуальная душа Ничтожно мала, хотя качественно она неотлична от Высшего Духа В данном стихе особого внимания заслуживают два слова Одно из них нерантором, что значит неотличный или качественно подобный Другое качество индивидуальной души, о котором говорится здесь, аниманом Аниманом значит ничтожно малой Высший Дух вездесущ и безграничен, а духовная частица, индивидуальная душа, ничтожно мала Аканди там значит не только неделимая, но и бесконечно малой по природе Карпускулу солнечного света невозможно отделить от Солнца Однако размеры этой частицы ничтожны по сравнению с размерами самого Солнца Точно так же живое существо по своей природе качественно неотлично от Высшего Духа Но при этом оно ничтожно мало по сравнению с ним КОНЕЦ Сама сознание подразумевает постижение природы своего Я Сейчас мы отождествляем себя с телом, но оно не является нашей истинной сущностью Мы не видим настоящей личности, которая обитает в теле Первое, о чем мы узнаем из Бхагавадгиты, это то, что тело и его обладатель отличны друг от друга Процесс самоосознания начинается с момента, когда мы осознаем себя отличными от тела Эта стадия получила название Брахма-бхуты Ахам-брахмасми, я не материальное тело, а дух Каковы же качества дживы или души? Прежде всего, она аниманум, мельчайшая, ничтожно малая Кроме того, душа излучает сияние джьоти, так же, как и сам Господь С той только разницей, что его сияние, Брахма-джьоти, всепроникающе и беспредельно Согласно философии Майавады, живые существа тождественны Брахма-джьоти Майавади приводят пример с горшком и воздухом Воздух находится как вне горшка, так и внутри него Внутренний воздух отделен от внешнего только стенками горшка Стоит разбить горшок, и воздух в горшке сольется с воздухом, находящимся вне горшка Однако эта аналогия неприменима к душе, что подтверждает данный стих В котором Господь Капила называет душу акандитом Это значит, что дух невозможно разделить на части О том же сказано и в Бхагавадгите Индивидуальную душу нельзя раздробить, растворить, Сжечь или иссушить Она бессмертная, вездесущая, постоянная, неподвижная и неизменная Глава 2, текст 24 Душу нельзя разрезать на куски Или разделить еще каким-нибудь способом Это значит, что она всегда остается мельчайшей духовной частицей Все мы по природе вечны, неотъемлемые частицы Кришны Об этом говорит сам Кришна в Бхагавадгите Обусловленные живые существа являются моими вечными составными частицами Слово Санатана значит вечная, а Амша – крошечная частица Бог, Кришна, безмерно велик Никто не может сравняться с Ним, не говоря уже о том, чтобы превзойти Его Хотя мы говорим, что Бог велик Мы не способны до конца осознать масштабов Его величия Он настолько велик, что из пор Его тела выходят миллионы вселенных В Брахма Самхите сказано Брахмы и другие полубоги, правящие в материальных вселенных Выходят на свет из пор трансцендентного тела Маха-Вишну И живут в течение того времени, пока он делает выдох И этот Маха-Вишну является частью полной части предвечного Господа Говинды, которому я поклоняюсь Брахма Самхита Глава пятая, текст сорок восьмой Этот пример дает некоторые представления о масштабах величия Бога, Кришны В десятой главе Бхагавадгиты, стих сорок второй, Кришна говорит Арджуне Одной своей частицей я пронизываю и поддерживаю всю вселенную Уже по одному этому можно судить, как велик Бог и как ничтожны мы, его частицы В Упанишадах говорится, что размеры индивидуальной души, дживы, составляют одну десятитысячную сечение волоса Эта крошечная духовная частица находится в теле муравья, в теле микроба и в теле слона В теле каждого живого существа находится эта крошечная духовная искра Но размеры этой искры слишком малы, чтобы ее можно было увидеть материальными глазами В мире нет такого прибора, с помощью которого можно было бы увидеть душу Будучи не в состоянии сделать это, мы заявляем, что душа не ракара, лишена формы Мы не способны определить размеры души, однако это не значит, что у нее нет размеров Она обладает также и формой Микробы и мельчайшие насекомые невидимы невооруженным глазом Но все они имеют определенную форму и сложное анатомическое строение Наша жизнь станет совершенной только тогда, когда мы действительно осознаем себя браманом Пока мы не перестанем отождествлять себя с материальным телом Мы будем оставаться на уровне кошек и собак В Шримад Бхагаватам говорится Тот, кто отождествляет себя с телом, созданным из трех элементов Кто считает побочные продукты тела своими родственниками Кто поклоняется земле своих предков и посещает святые места Не для того, чтобы встретить там людей, обладающих трансцендентным знанием А только для того, чтобы совершить омовение Ничем не отличается от осла или коровы Песня десятая, глава восемьдесят четвертая, текст тринадцатый Отождествляя себя с телом Мы считаем себя американцами, индийцами, брахманами, кшатрями, мужчинами, женщинами, слонами, муравьями и так далее Тересная концепция жизни заставляет нас делить людей на своих и чужих И считать землю, на которой мы родились, объектом поклонения Люди, отождествляющие себя с телом, готовы пожертвовать жизнью во имя своей родины Под влиянием той же самой концепции Люди отправляются в паломничество по святым местам Только ради того, чтобы совершить там омовение И смыть с себя накопленные грехи На самом деле, в святые места нужно идти для того, чтобы найти Ачарью, гуру, который поможет нам осознать себя Осознать себя значит понять, что мы являемся вечными неотъемлемыми частицами Кришны И что мы бесконечно малы по сравнению с Ним Мы никогда не сравняемся с Кришной, несмотря на свое качественное тождество с Ним Ни одно живое существо не может сравняться с Богом Не говоря уже о том, чтобы превзойти его Дорогие друзья Продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактиведанта Свами Прабхупады Учение Господа Капилы Сына Девахути Слушайте в наших следующих передачах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok